это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют людям меня зовут платон беседен говорим об актуальном вспоминаем классику добрый вечер когда эти строки радость со слезами на глазах прозвучали впервые часть фронтовиков заворчала мол какие слезы когда такой праздник такая радость однако автор слов владимир харитонов знал о чем писал а мелодия давида тухманова еще более возвысила эти сакраментальные строки и действительно только так радость со слезами на глазах однако спустя 75 лет нам пытаются навязать крайность либо помпезный праздник с фальшивой радостью либо слезы и покаяние нас разрывают точно на дыбе с одной стороны слабоумие отвага с другой глумливое развенчание победы отвратительно когда хамоватый детей налепит на свой бмв наклейку на берлин когда алчный чиновник сытомордый чиновник потрясая своим хапужным кулачком заявляет можем повторить хотя хранит деньги в том же берлине или в других иностранных банках отвратительно когда ветеранов вспоминают в канун 9 мая чтобы покрасоваться перед камерами отвратительно когда великий праздник 9 мая превращают в очередной банальный повод для бряться не оружием и пиара но отвратительное другое когда нас хотят лишить праздника рассказывая о том что победа не стоила таких жертв вещают о гитлере которые мог бы добиться русских симпатий как то заявил дмитрий быков или разоблачают зверства русских солдат как делает это светлана алексеевич якобы зверства и якобы разоблачают знаете всякий раз появляется какой-нибудь шепчущий мерзавец шепчущий точно змей непобедимы в той войне не принеси столько жертв жили бы мы сейчас лучше пили бы баварская до ездили бы на бмв вот тебе конфетка спасибо дядя петя ты дурак в январе этого года ушел из жизни мой родственник александр иванович ржов он ушел на девяносто седьмом году жизни представляете на девяносто седьмом однако в сорок втором году его пленили под феодосию он прошел немецкие концлагеря из которых бежал позднее он рассказывал о жизни если можно назвать это жизнью в этих концлагерях и все это я зафиксирую и обязательно издам отдельной книги но сейчас важно сказать о другом о том что люди там выживали вопреки всему мне рассказал историю на мой вопрос как за счет чего выживали людям сказал мне следующее в углу стояла бочка с водой вот тот кто за дня в день находил силы подходить к этой бочки несмотря ни на что тот и выживал влаге так кто осмеливается нам говорить о нацистах о власовцах о бандеровцах как борцах за что-то светлое или эти светлые люди не читали майн кампф или работы гесса и розенберга если читали то они подлецы а если не читали то подлецы не образованы потому что да выиграй третий рейх и мы бы конечно ездили бы на бмв но исключительно в виде кожи для салона или все эти замечательные люди ничего не слышали о генеральном плане ост и о концепции жизненного пространства сам термин жизненное пространство вел в употребление фридрих рации таким образом она стала продолжением теории естественного отбора у чарльза буковский замечательный рассказ о заглавленной знаком свастики так вот по его сюжету американского президента ведут странное место где ему американскому президенту должны пересадить одрехлевшего гитлера но его мозг согласитесь это не просто намек это прямое указание и действительно после 45 года сколько нацистских преступников избежала наказания стала сотрудничать сша но ведь и первоначально еще до войны становление нацистской германии проходила не просто на западные деньги но проходила на основе самых мрачных западных идей евгеника например появилась не в нацистской германии как многие думают а в сша именно там насильно стерилизовали более 70 тысяч людей правительство сошло их представляющими угрозу для выживания родов по что писал великий мыслитель робин дронат тагор он писал о роли запада в перерыве между двумя мировыми войнами практически пророческие слова внимание все великие народа запада готовятся к войне громадной работе разрушения которая распространит свой яд на мир этот яд варится внутри этих народов это не значит что запад есть чистое зло однако именно его темная сторона породила нацизм он стал ее следствием именно так и вот чтобы остановить это зло и черчиллю и рузвельту пришлось консолидироваться не с гитлером как то было задумано изначально а составе которого уже потом сделали злом однако простые люди об этом ничего не знали они радовались быть вместе да тогда мы русские американцы были вместе так об этом вспоминает мой дед участник сталинградской битвы валентин николаевич беседим 1-2 мая 45 года мы встретились с американской 2 американской армии но это было братство мы обнимались целовались радовались плясали стреляли все что выдушевляла нас на на жизнь но позже одних победители постарались вырезать из истории ведь мы понимаем что гитлер воспринимался как абсолютное зло он и был абсолютным злом абсолютного зла может быть только один победитель одно добро если угодно и вот на его роль претендовали и сша и ссср именно тогда после 45 года нашу страну нарекли не случайно нарекли империи зла и окружили плотным кольцом военных баз тогда же генерал дулиттл предложил сбросить на нас атомную бомбу а джордж кеннон известный джордж кеннон сформулировал основные принципы американской внешней политики по отношению к ссср однако главное противостояние развернулась за великую память о великой победе великой войне и мощным пропагандистом тут выступил голливуд и смотрите один только фильм спасти рядового райана сделал для образа сша как страны победителя сто крат больше чем любые учебники истории уже вроде как факт почти весь мир думает что ту войну выиграли не наши деды и прадеды американские рядовые райаны дамы выиграли великую отечественную войну отдав за это миллионы жизни но спустя 46 лет девяносто первом потерпели крах фиаско утратили единое государство главное памяти самоидентификацию советское руководство будто предвидело это предвидело то что многие решат что это была и не победа вовсе а нечто сродни поражению что красная армия станет для некоторых на одну параллель с вермахтом вот тогда советское руководство говорила об этом в истории есть примеры того как победители лишались плодов своей победы вести дела так чтобы обеспечить эти плоды работать ради этой цели это зависит от нас что ж либо мы работали так плохо либо враги работали слишком хорошо и смотрите когда-то оскорбление фашист считалось самым обидным и жутким а теперь подростки русские ребята зигуют сами украшают стены нацистскими символами теперь нацистам фашистам быть в определенных кругах даже модно и ведь нацист не обязательно значит поклонник гитлера нет фашистам может быть и тот кто например относится к 9 мая тому лакмусу с ненавистью и презрением когда-то нам рассказали о том какие лишения народу пришлось вынести какие жертвы принести ради великой победы нам явили окопную правду жизни и правда это действительно очень была нужна пусть она и не сразу пробилась к людям нужно не только ради собственно правды но и ради того чтобы объяснить сколь великими усилиями далась нам это великая победа не сразу повторяю не сразу правда пришла к нам и сразу пришла исповедальная проза весьма неоднозначная к слову вячеслава кондратьева хотя уже была к тому времени лейтенантская проза юрия бондарева и константина воробьева григория бакланова и виктора курочкина ведь великое великое произведение виктора некрасова в окопах сталинграда вышла в 1946 году так что самое время прочитать или перечитать эти книги чтобы понимать чтобы знать ту правду о той великой войне однако в какой-то момент эту правду разбавили ложью а в результате осталось только ложь и и стало просто катастрофическим многом это произошло тогда когда руководство ссср а после россии отказалась от какой-либо идеологии вообще любую диалогию заменили товаро денежные отношения ведь вспомните в 90-х нас не только кормили ножками буша этими окорочками нас не только поили спиртом рояль или роль как кому больше нравится нас постоянно пичкали идеологической ложью прививали чуждую на мифологию где все трактовалось исключительно однобоком нам рассказали например о пакте молотова риббентропа который сегодня вспоминают ну буквально все кому не лень однако почему эти люди не вспоминают пакт пилсузского гитлера 1934 года или морское англо-германское соглашение 1935 года в котором слову британия удовлетворила требования гитлера по сути дав ему возможность строить новый флот и конечно все забывают о мюнхенском договоре 1938 года между францией англией германии италии когда нацистская германия заполучила чехословацкую судебскую область так что знаете нам сознательно не рассказывали о том сколько раз до великой отечественной войны запад вступал соглашение в коалицию с гитлером и политологи и историки той поры к сожалению напоминали одного известного киногероя слушайте заткнитесь пожалуйста устроили тут ромашка помню не помню однако унижение не могло продолжаться вечно и она переросло в иную крайность победа беси когда войну победу в ней решили превратить в нечто вроде аттракциона побряцать и вот если раньше глупая вредное кино снимали на деньги сороса или каких-то иных фондов то теперь современная российская глупая бездарная кино войне делается на федеральные государственные деньги вот сравните советское кино войне и кино российская но явно сравнение не современную не в нашу пользу да потому что то кино делали с любовью с чувством с трепетом с пониманием а современное кино войне делают ради кассовых сборов и ради денег выходит нечто странное с кровавыми nkvd шниками в каждом кадре и вот такими девушками явно не те времен и конечно георгиевскими ленточками обвешиваются с ног до головы но после бросают их в грязь ветеранам говорят красивые слова на умирать их оставляют в холодных коридорах и на трибуне во время парада стоят не ветераны а модные блогеры это дух времени когда все на продажу даже память о великой победе как много лет назад когда салтыков щедрин приводит текст телеграммы ту телеграмму отправила мать калежского советника мать отправила ее сын цитирую преисполнена гордости благословляю калежского советника продавай россию продавай быстро и высылай деньги сижу на мели вот этот 365 батарея севастополя во время великой отечественной войны немцы называли ее форт сталин и даже была такая присказка возьмем форт сталин возьмем севастополь я нахожусь на 365 батареях на северной стороне севастополя вообще когда мы говорим об обороне севастополя второй героической обороне она длилась 250 дней это просто невообразимая цифра однако большая часть оборона держалась здесь на северной стороне и потом уже нацисты перебрались на южную сторону никто из нацистов даже не мог предположить что это мало укрепленное почти незаметное место продержится так долго вы только представьте 65 человек вооруженных с четырьмя зенитными пушками старого образца удерживали 9000 хорошо вооруженных немцев командовал кстати лично манштейн и он был в ярости от того что нацисты не могут взять этот казалось бы слабо укрепленный пункт командир ефим матвеев был ранен в руку но от госпитализации отказался утром сан инструктор обнаружил что рано у матвеева стала грипп чтобы сделал другой так вот матвеев приказал отрезать себе руку прямо на месте чтобы не покидать форт чтобы продолжать защищать его любой цену теперь скажите мне много ли известно данный 365 батареи даже в самом севастопе я вам честно скажу они не знают даже многие мест вот дома жилые дома где живут люди еще раз говорю что все это на костях и вот ведутся новые раскопки совсем недавно этого не было сейчас благодаря усилиям многих 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 людей все таки память потихоньку восстанавливается потому что подчеркиваю место о котором я говорю 365 батарея она не должна быть ни в коем ради за бы забыта не должна ни в коем разе быть забыт она должна быть восстановлена она должна быть что называется почитаем она должна быть нанесена на каждую карту сюда должны водиться экскурсию то что это место великой славы да в нас живучий силен вирус без памятства и не агенты сороса в том виноваты ведь в канун 9 мая звучат цифры события той войны гремят эффектные лозунги чиновники говорят свои пошлые словеса но доходят ли они до наших сердец ветеран который много лет приходил в школу и рассказывал ученикам о великой отечественной войне как-то признался мне знаешь глаза у них с каждым годом все время разные не все больше равнодушия и пустоты возможно правильнее вместо тысячи слов организовать экскурсии по местам боевой славы по этим святым местам я помню как впервые приехал на мама и в курган сталинграде помню как поднимаясь по этой лестнице рыдал помню как приехал в брянскую хацунь меня тогда поразила докладная записка немецкого офицера что дети остались без родителей потому что мы уничтожили родители поэтому сохранить жизни детям также не представлялось возможно только представьте какой-то цинизм помню свою поездку в хатынь там росло три береза и место для 4 пустовала потому что война забрала у беларуси каждого четвертого жителя так вот в таких местах память о войне действительно живая это самое главное когда память живая таким были люди выжившие главное победившие в той войне вот мой дед прошел боевой путь от сталинграда до штекина почти до самого берлин но он до сих пор жив дай бог скоро ему исполнится 95 лет вот его воспоминания курсунь-шевченковской операции 90 тысяч выходили из окружения через наши боевые порядки надо было сдержать это ну жизнь была на волоске несмотря на такую погоду пасмурный шоу дождь в снег мы были мокрые от напряжения стреляли и не пропускали немцев немцы через не могли и не прошли через наши боевые порядки а вот совсем иное воспоминание о кролике фронтовике перед рассветом я чувствую кто-то что-то такое ползет по около лица я испугался конечно схватил схватил что-то живое думал что это или крыса или мыша вскакиваю смотрят маленький кролик вот ну поднялись конечно ну такое происшествие во время войны это интересно вот поднялся весь орудийный расчет стали смотрят это был кролик он так прожил у нас до всю войну согласитесь очень разные воспоминания но в основе их будничность подвигом вот у толстого в севастопольских рассказах есть совершенно прекрасная история об ужасах четвертого бастиона ну если можно так сказать прекрасная история об ужасах и четвертый бастион это самое страшное место первой обороны севастополя сам толстой говорил что выжить на четвертом бастионе все равно что выиграть в лотерею и вот он все время рассказывает помните когда артиллерийский обстрел он пересекает бухту потом приходит в госпиталь где хирурги ампутируют кривыми ножами конечности раненых и все время он слышит об этом четвертом бастионе все время там ужас 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 и вот он попадает в трактир и спрашивает одного матросика в чем же ужас этот глядя на свои сапоги грязные сапоги говорит грязно не пройти и конечно да толстой писал о крымской войне я говорю о великой отечественной но я вспоминаю толстого не просто так потому что крайне важна преемственность подвига ведь вспомните слова сказанные вице-адмиралом корниловым на малаховом кургане умирающим погибающим адмиралом корниловым он сказал так отстаивайте же севастополь именно эти слова стали девизом защитников 2 севастопольской обороны во время великой отечественной войны это и есть преемственность подвига позволившая нашим солдатам выиграть в той великой битве гебельс еще в начале войны писал величайшая опасность у которой угрожает нам то есть германии на востоке является тупое упорство русской массы она наблюдается там и у гражданского населения у солдат попав в окружении солдаты не сдаются как это делают в западной европе а сражаются пока их не убьют ну гебельс называл это тупым упорством поэтому он и проиграл а для наших людей титанов победивших той войне совершать подвиг каждый день было естественно также естественно как отправиться защищать свою родину отправиться добровольством в 17 лет как сделал это мой дед 23 августа я 42 года я ощутил что такое война когда налетели более 500 бомбардировщиков немцев и стали бомбить сталинград на окраине города сталинграда был склад горючих горючих смазочных веществ вот эти баки были раз разбиты горючее текло в волгу волга казалось волга горит пришел в штаб батальон который здесь находился недалеко и сказал я хочу пойти в добровольцем они меня взяли добровольца так началась моя служба размышляя об этом я вспомнил замечательный рассказ андрея платонова одухотворенные люди него есть подзаголовок у этого рассказа о небольшом сражении под севастополем о чем этот рассказ он о том что солдаты идут фактически на верную смерть они идут в атаку на танки и казалось бы все все кончено но вдруг солдат думать я полностью зачитаю здесь одним движением можно было решить чему быть на земле смыслу и счастью жизни или вечному отчаянию разлуки и погибели и тогда своей свободной силе и в яростном восторге дрогнула сердце николая фильченко перед ним возле него было его счастье его высшая жизнь и он ее сейчас жадно и страстно переживет припав к земле в слезах радости потому что сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и пойдет в немощи на землю по воле одного его сердца в конце тут такие слова перед ним была его жизненная простая судьба и николаю фильченко было хорошо что она столь легко ложится на его душу согласно умереть и требующий смерти как жизнь требующий смерти как жизнь это почти христианское возвышение смерть где твоя жало от где твоя победа вот именно так наши герои победили в той великой войне они возвысились над смертью потому что презрели ее и смерть сделали своей жизнь а жизнь сделали своим бессмертием чтобы спустя время спустя 75 лет произнести главные слова лишь бы не было войны мы живы и не только я и все кто остался жив желаем желали и желаем чтобы не было больше ужасов войны это была программа игра в классики берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе даже такая жизнь удачи вам здоровье и терпение с великим вас праздником 9 мая